Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы обсудить с вами, ну, можно сказать, небольшой скандал, который возник в российском футболе на ровном месте. Сергей Семак был объявлен лучшим тренером сезона в российской премьер-лиге уже третий раз подряд. И здесь, казалось бы, нет особых поводов для скандала, но все-таки он возник, потому что Владимир Федотов, главный тренер Сочи, в рамках голосования, так скажем, за титул лучшего тренера сезона получил столько же баллов, столько же голосов, сколько и Семак. И здесь все решилось по дополнительным показателям, потому что Семак набрал больше очков чемпионате России, выиграл РПЛ, и поэтому он был объявлен лучшим тренером сезона, по вот этому дополнительному, так скажем, показателю. И здесь многие возмутились, дескать, это несправедливо, это нечестно, давайте обсудим данный нюанс и обсудим сам по себе вот этот третий подряд титул Семака. Заслужил он его, на мой взгляд, или нет? Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги ничем не рискует. Итак, давайте сперва обсудим вот это всеобщее негодование. Дескать, у Федотова отняли титул лучшего тренера, вновь отдали Семаку, Газпромовский заговор, Зенит все купил, ну и так далее. Далее по списку. Здесь хотелось бы отметить, что лично я не понимаю людей, которые сейчас ищут здесь теорию заговора. Потому что, во-первых, ну мне кажется, что это не та причина, по которой Зенит будет включать какой-нибудь административный ресурс и выбивать себе вот эту премию лучшего тренера года. Во-вторых, если бы Зенит хотел включить административный ресурс, ну наверное он бы сделал это как-то убедительнее, чем ничья по очкам, которая произошла у Федотова и Семака. Потому что из-за того и из-за другого одинаково голосовали. И победа по дополнительным показателям. Как-то неубедительно. Ну и в-третьих, я вообще не понимаю, зачем всерьез обсуждать премию, где все решается голосованием. Эти премии, они априори не объективны и очень много глупых вещей там происходит зачастую. Понимаете, тот же самый Месси получал некоторые свои золотые мячи не потому, что он проводил выдающийся сезон и должен был получить золотой мяч за этот год, а потому что он Лионель Месси. Понимаете, условные представители какого-нибудь там Буркина-Фасо или еще какой-нибудь футбольной провинции далекой, Они, может быть, толком и не знают, кто такой Мохаммед Салах и же с ними. Зато знают Месси, Роналду и так далее. И эти имена по-прежнему на слуху, даже сейчас. Поэтому Криштиану и Месси, как бы они ни старели, как бы они ни ухудшали свои показатели, они все равно будут кандидатами на золотой мяч и получат определенное количество голосов. Это, знаете, особенности подобной системы, когда идет голосование. Поэтому здесь то, что Семак, который постоянно выигрывает чемпионство, вновь получил много голосов, но это было, на мой взгляд, неизбежно. Поэтому здесь искать какой-то заговор и тайные смыслы, наверное, не стоит. Все вполне себе логично. Семак чемпион, поэтому он априори получит много голосов. Федотов не чемпион, и поэтому ему здесь, ну, скажем так, придется делать что-то невообразимое, чтобы отнять у Семака титул лучшего тренера. Федотов, в общем-то, и делал что-то невообразимое, но этого оказалось, как видимо, недостаточно. Всего немножко не хватило. Такое тоже бывает. И по факту, если разбирать все с точки зрения какой-то футбольной высшей справедливости, наверное, Федотов действительно показал себя лучше как наставник в этом сезоне, чем Семак. Это все-таки нужно признавать, потому что Федотов с вот этой вот командой из сбитых летчиков, ноунеймов и молодых перспективных ребят, которые пока что не являются звездами, а только начинают раскрываться, ну, не знаю, как Кассьера, Макарчук, там, Адамов и так далее, он смог слепить команду, которая заняла второе место. При этом состав у коллектива не на второе место. Бюджет, наверное, тоже не на вторую позицию, хотя там очень богатые люди спонсируют в Сочи, но сейчас тот же самый ЦСКА, там, Спартак и так далее, тратят они больше денег на покупку новых футболистов. Поэтому здесь, на мой взгляд, Федотов, как тренер, как наставник, наверное, в этом сезоне заслужил больше звания лучшего тренера с точки зрения того, что он делает из минимума максимум. Но с другой стороны, нельзя не отметить, что и Семак сделал в этом году большой шаг вперед. Он поменял свой футбол, он стал играть в более комбинационном ключе. В конце концов, Семак впервые, на мой взгляд, за долгое время не провалился в Еврокубках. Вышел в плей-офф Лиги Европы, вышел в Евровесну, наконец-то, после определенного перерыва, и там, ну, там не повезло. Команда попала на Бетис, который на тот момент был одной из лучших команд Европы. И там шансов, на мой взгляд, у Зенита, в принципе, было минимум. То, что многие считают поражение от Бетиса каким-то позором для Зенита, но это позор, скорее, для тех, кто так считает. Это говорит о том, что они в европейском футболе, они черта не разбираются и не понимают, что такое Бетис. Поэтому здесь, на мой взгляд, Семак тоже показал нечто выдающееся на фоне всей остальной карьеры. Потому что до этого я сам критиковал Семака за однообразный футбол, за прямолинейность, за консерватизм. Но сейчас он поменялся. Поменялся действительно в лучшую сторону. У него появились и новые схемы, и новые модели игры, и новая стилистика. И он стал больше доверять молодым исполнителям, что, конечно, подкупает, в отличие от предыдущих сезонов, когда многие не без оснований спрашивали, а где там ребята из смены, где ребята из системы клуба и так далее. Но сейчас Семак действительно поменялся в лучшую сторону. И в каком-то смысле он тоже нас удивил. Но все-таки, лично мое мнение, Федотов заслуживал трофея несколько больше, чем Семак. С другой стороны, Семак тоже показал себя. И вот так вот возмущаться незаслуженной награде, наверное, тоже не стоит. Здесь было 51 на 49, на мой взгляд, в пользу Федотова. Но и это не говорит о том, что Семак прям ужасный наставник, и он ничего не заслуживает. Да, может быть, третий статуэток подряд уже перебор, можно было поделиться с Федотовым, но тут, как говорится, голосование. Всегда все очень запутано, и всегда все очень субъективно. И это, кстати, на заметку Игору Денисову, который недавно в своем лицемерном абсолютно интервью, в частности заявил, что вот, мол, Семак никакой не тренер, пускай поедет с какой-нибудь средненькой командой поработает, мол, с нынешним составом «Зенита» любой станет чемпионом и так далее. Ну, знаете, при всех моих, опять же, критических мыслях касательно Семака, за последние годы я их высказал достаточно много, все-таки докатываться до такого уровня, как Игорь Денисов, наверное, не стоит. Потому что, если говорить по факту, то Семак как бы начал свою большую тренерскую карьеру в Уфе, средненьком коллективе, который при нем добился наилучшего результата в истории. Ну и как бы в «Зените» Семак принял команду, которая провалила предыдущий сезон, и смог в итоге добиться чемпионства с далеко не таким доминирующим составом, как сейчас принято считать. Поэтому здесь, на примере того же самого Денисова и его вот этого отвратительного интервью, которое он недавно дал Нобелю Арустамяну, вот на примере этого можно как бы проследить отношение некоторых недалеких людей к Семаку. Мол, он не какущий тренер, потому что у него хороший состав сейчас. Но, по-моему, Семак уже давно всем все доказал. Я сам его критиковал за консерватизм футбольный, но сейчас и его уже нет. В этом сезоне Семак показал футбольное творчество, получив более техничных, более тонких исполнителей. Поэтому здесь мое мнение касательно Семака Федотова и премии лучшего тренера таково. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.